На минувшей неделе мы удивлялись тому, как ловко марка Opel скроила из Peugeot 308 новое поколение своей Астры, а также задавались вопросом, почему вдруг вытянутые по вертикали ноздри не достались новой второй серии от BMW. С рестайлингом Kia Ceed'a напротив всё просто и понятно. Корейцы сейчас впереди всей планеты по частоте обновления своих машин. Кстати, Ассоциация Европейского Бизнеса подвела итоги полугодовых продаж новых автомобилей в России. И тут тоже есть чему удивиться. А ещё мы строили-строили и, наконец, построили. Это про последний участок ЦКАД, что замкнул большое подмосковное кольцо. Не хочется говорить банальности, но именно корейские марки сегодня обновляют свои модели чаще других. Третье поколение Kia Ceed'a вышло на рынок лишь чуть больше двух лет назад, а в компании уже заготовили рестайлинг. Притом весьма неплохой. Да, фары сохранили прежнюю форму, но обзавелись светодиодной начинкой. Зато другие бампер и решётка здорово изменили восприятие модели. А ещё нельзя не отметить необычные чёрные перемычки, что доходят до колёсных арок. Совершенно отдельного разговора заслуживает исполнение GT Line и GT. Они теперь сильнее выделяются на фоне обычных, а хэтчбеки вдобавок обзавелись оригинальными и чрезвычайно стильными задними фонарями. Салон раскрывается через новую графику виртуальных приборов, усовершенствованную медиасистему и встроенную телематику. Кроме того, расширен выбор вариантов отделки салона, коих сделалось 9 вместо 5. В гамме версии случилась только лишь одна обновка. К младшей ритровой турботройке приладили 7-ступенчатый преселективный робот. Плюс отметим поумневший комплекс, ассистирующий водителю электроники. В России линейка моторов будет другой, но подробности мы узнаем не раньше следующего года. Ведь производство обновлённых сидов в Жилине стартует только через месяц, а потом сборку из словацких машинокомплектов освоит калининградский автотор. Следующая новость от родственного бренда Hyundai, что презентовал горячую Elantru N. Между прочим, это первый седан от корейских мастеров заводского тюнинга. Под капотом новинки установлен 2-литровый турбомотор отдачи 280 сил, выхлопная система которого дополнена специальным клапаном, что позволяет менять громкость звука. В трансмиссии могут трудиться 6-ступенчатая механика или 8-ступенчатый преселектив. Роботизированная версия щеголяет под рулевыми лепестками, а также системой выбора режимов движения. Один из них активирует ударное переключение передач, а вдобавок мощность мотора повышается на 10 сил. Привод передний, но с электронно управляемым самоблокирующимся дифференциалом. Шасси перенастроено, клиренс уменьшен, тормоза доработаны, а кузов усилен. В общем, как говорят журналисты, от исходной модели осталось только имя. Российский офис Hyundai вроде бы обещал доводить до нашего рынка свежие N-ки. Так что злющая Elantra вполне может появиться и у наших дилеров. Свежие веяние в дизайне BMW вытянутые по вертикали ноздри. Но это не точно, то ли разработка второй серии слишком затянулась, то ли увеличенная решетка обязательно не для всех новых моделей. Но вот, представлено купе BMW второй серии, создатели которого всего лишь внедрили в решетку закрывающиеся шторки, а саму форму ноздрей оставили в покое и направили фантазию на фары и задние фонари. По официальной версии, баварцы вдохновлялись классическим семейством Noe Classe 60-х годов, а точнее двухдверкой 1600-02. Получилось ли? Напишите нам в комментариях. А на деле, получилась довольно крупная машина, новая купе с заводским индексом G42 на дециметр длиннее прежней двухдверки F22. В плане техники все сложнее. Напомним, что в отличие от четырехдверного Grand Coupe с поперечными моторами и основным передним приводом, двухдверная машина это совсем другая, но тоже вторая серия. В основе купе модульная платформа Klar, проще говоря, укороченная тележка четвертой серии. Основной привод тут пока задний, а полный положен только топ-версии M240, у которой трехлитровый турбомотор и чуть больше 4 секунд с места до сотни. Конечно же, такая квази-МК появится и в России. Ей сразу положена адаптивная подвеска M-Sport, тормоза M-Sport и активный дифференциал M-Sport на задней оси. Другие варианты это двухлитровая бензиновая четверка в двух вариантах мощности, а также двухлитровый турбодизель. Вне зависимости от двигателя второй серии положен восьмиступенчатый автомат. Выпуском машин займется не Германия, а построенный два года назад завод в Мексике. Продажа стартует в начале 22-го года, причем российское представительство уже успело объявить цены. Повезут к нам только две модификации – базовую дизельную и квази-МКу M240. Глобализация и стандартизация – вот фундамент, на котором Альянс Теланти строит свое будущее. Надо сказать, с некоторыми перегибами, ведь техническим базисом для нового поколения Opel Astra боссы концерна назначили Peugeot 308. У немца и француза совершенно одинаковые подвески, общие моторы и даже единый каркас кузова. А различия в дизайне и настройках. Так что теперь, чтобы купить именно Рюссельхаймскую молнию, надо трижды подумать. Или нет? Ведь острые граненые формы, фирменный визор передка и черная крыша делают Астру модной, но менее экстравагантной штучкой, нежели Peugeot. Кстати, важная ремарка – вся оптика светодиодная, а фары могут быть даже матричными. Интерьер также вышел достаточно хай-течным, хотя блок управления музыкой и климатом выполнен традиционным кнопочным. Но 10-дюймовые экраны для мультимедиа и приборов – это, конечно, в духе настоящего времени. Джойстик коробки передач, система автоматического торможения, проекционный экран и адаптивный круиз-контроль – тоже явление современное. И, конечно, опелевцы декларируют повышение качества материалов. Без этого нынче никак. Набор силовых агрегатов типично французский. Основу гаммы составляют бензиновые турботройки разной мощности, а также полуторалитровый четырехцилиндровый дизель. Для старших по мощности версий можно заказать восьмидиапазонный автомат. И, конечно, немецкая сторона позаимствовала гибридные установки на 180 или 225 сил. Они построены вокруг бензиновой турбочетверки, к которой прилагается электрический мотор и восьмиступенчатый автомат. Увы, но такая начинка вряд ли устроит российского покупателя. Кстати, в Россию шестое поколение точно прибудет, и можно предсказать, что стоить новинка будет больше двух миллионов рублей. Ведь таков актуальный европейский прайс пятой генерации. И последнее. По габаритам шестая Astra почти повторяет предшественницу, но удивляет объемистым багажникам. Старт европейских продаж намечен на начало 22-го года. Притом, помимо хэтча, гамму пополнит универсал. Что неудивительно, в линейке Peugeot такая машина также имеется. Subaru Outback запоздало добрался до наших широт. За океаном модель дебютировала еще два года назад, но для нас заготовлены экземпляры японской сборки, которые появились позднее американских. Видимо, по причине своего происхождения новинка будет стоить по 4 миллиона рублей со всеми вытекающими последствиями. А имя этим последствиям – налог на роскошь, то бишь повышенная ставка транспортного сбора. По большому счету, старосветская и американская версии не отличаются друг от друга. Разве что с этой стороны Атлантики не будет мощного турбомотора. А единственным двигателем заявлен полностью переделанный атмосферник на 2,5 литра. У него непосредственный впрыск, повышенная степень сжатия, система старт-стоп и 90% новых компонентов. В Европе четверка будет менее мощной, но более моментной. В паре снова идет переработанный клиноцепной вариатор. Что касается, собственно, универсала, то он стал заметно крупнее, хотя колесная база осталась прежней. Соответственно, салон тоже сделался просторнее, в котором вдобавок анонсированы улучшенная шумоизоляция и более качественные материалы. В базовое наполнение ИЭС включены 8 подушек, кожаный салон, двухзонная климатика, электропривод передних кресел, множественные обогревы и продвинутая медиа-система. Плюс бесключевой доступ и адаптивные светодиодные фары. В 2017 году марка Lada вывела злой внедорожник под названием 4х4 Bronto. Он отличался грязевыми колесами, увеличенным клиренсом, усиленной трансмиссией и некоторыми другими доработками. В начале прошлого года исходный внедорожник пережил обновление, после чего исполнение Bronto внезапно исчезло из гаммы. Но, как сообщил сайт Lada, онлайн-дилеры марки Lada готовятся встретить популярную версию Сызнова. Живые машины доедут до автосалонов примерно через месяц, но стоить такие экземпляры будут ориентировочно за 800 тысяч рублей. Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги полугодовых продаж новых автомобилей в России. С начала года из автосалонов выехало 870 749 легковых и легких коммерческих машин. Это на треть больше, чем в коронавирусном 2020 году и на 5% лучше, чем в 2019. А поскольку результаты первого полугодия превзошли ожидания, комитет скорректировал свой прогноз по году в целом. Теперь аналитики предполагают, что за весь нынешний год дилеры реализуют без четверти 2 миллиона машин, что сопоставимо с результатом допандемийного 2019-го. А еще на онлайн-конференции мы узнали результаты любопытного анализа, который по заказу АЕБ провел Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Аналитики изучили автомобильную отрасль с 2010-го по 2019-й год и узнали, что за 10 лет автопроизводители, импортеры и дилеры инвестировали в российскую экономику почти полтора триллиона рублей. Сумма более чем впечатляющая, и она составляет более 1% всех совокупных инвестиций в экономику Российской Федерации за этот период. Более триллиона обеспечено в том числе инвестициями производителей, но инвестиции импортеров и дилеров тоже весьма значительные, составляя 112 и 280 миллиардов рублей соответственно. Интересно также, что автоиндустрия ежегодно дает 1,1% российского ВВП. Это четвертое место из 24 отраслей обрабатывающей промышленности. Она же обеспечивает 6,7% налогов, если учитывать эффекты в смежных областях. А это тоже четвертое место среди всех индустрий. За 10 лет объем автокредитования составил 930 миллиардов рублей, а лизинга – 266 миллиардов. Кредит покупался каждый второй новый автомобиль, а в лизинг – каждый десятый. Посчитали аналитики и уровень локализации на российских автозаводах. С 2012 года он вырос почти в два раза и сейчас равняется 45,3%. Казалось бы, только вчера госкомпания «Автодор» открыла первый участок совершенно новой платной трассы в Подмосковье. Центральной кольцевой автомобильной дороге, которая призвана разгрузить малую и большую бетонки, а также МКАД. Но прошло уже несколько лет, и сегодня кольцо наконец замкнулось. Дорожники ввели в эксплуатацию последний фрагмент, соединяющий Симферопольское и Калужское шоссе. Строительство ЦКАДа началось в 2014 году. За семь лет было переустроено почти 900 инженерных коммуникаций, возведено 225 искусственных сооружений и 18 развязок. В период максимальной активности на объекте трудились более 15 тысяч человек, что позволило открыть дорогу даже чуть раньше срока. Большая часть новой трассы платная. Рассчитываться за проезд не нужно лишь на западном участке, где ЦКАД представляет собой реконструированную малую бетонку А107. Что касается тарифов, то стоимость проезда зависит от способа оплаты и дальности маршрута. Например, владельцу легкового автомобиля без транспондера полный круг обойдется в 1235 рублей. Мы уже сейчас видим, что 50 тысяч машин с МКАДа ушло на ЦКАД. Мы видим, что 12% загрузка упала. Мы видим, что аварийность упала. То есть это спасены уже сотни жизней. И мы видим сотни миллиардов инвестиций, которые начинают, уже заявились на проект вокруг. ЦКАД – первая в России платная дорога без шлагбаумов. Вместо них – рамки безбарьерной системы «Свободный поток». Способов оплаты проезда три – транспондер, заранее купленный электронный билет или погашение задолженности постфактум на сайте. Для зайцев предусмотрен штраф. Теперь, когда все участки ЦКАДа первой очереди строительства введены в эксплуатацию, госкомпания «Автодор» сосредоточится на М12 – новой платной магистрали, которая сначала соединит Москву и Казань, а дальше махнет за Урал. Сегодня в ходе работы президент нам поставил новую задачу – дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. То есть это еще примерно 600 километров дорог. То есть это еще примерно 818 километров от Казани до Екатеринбурга. Это еще примерно 600 километров мы должны построить. Но задача поставлена, я считаю, задача интересная, амбициозная. Предполагается, что даже с новыми вводными М12 откроется полностью в 2024 году. Сейчас же на трассе идут подготовительные работы. Продолжение следует...